И все, привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас новый полноценный игровой видеоролик И если вам нравится подобного рода видосы, то обязательно не забывайте их поддерживать Сегодня у нас видос посвящен одной интересной и замечательной пушке, о которой, к слову, я относительно недавно говорил Но там у нас была немножечко другая связь, немножечко другой интерес Сегодня мы попробуем показать максимум из одного интересного сочетания, ну а сочетание будет называться Викинга и Зида Очень многие меня просили давно вообще позаписывать больше видосов с данной интересной пушкой Для кого-то интересной, для кого-то нет Я на ней относительно мало играю в последнее время, да и вообще в принципе Поэтому я думаю, что данный видос будет интересен И если вы хотите больше видосов, связанных с игровой тематикой, то обязательно не забывайте прожимать лайк на данный видос И если на этом видосе набирается 150 лайкозавриков, то сразу же записывается сходу новый игровой видос Что касаемо дронов, то я сегодня на Викинга и Зида выберу, я думаю, что защитник по устройству на корпус Это у нас будет тяжелый викинг Ну а что касаемо устройства на Изиду, то это конечно же адреналин По резисту я возьму стабильную двадцаточку Дабы особо никуда не прыгать, не лазить И сегодня сыграем 2-2 форматика Но к сожалению я забыл, что я сейчас зашел через флеш-версию Соответственно эти режимы будут выбраны рандомно С помощью быстрого боя И там уже посмотрим на что способна данное замечательное вооружение Но мне бы хотелось, чтобы это было как раз таки CTF Ну и если второй бой будет в режиме регби, то это будет максимально приятно Ну а там что будет, то будет Посмотрим на что способна Викинга и Зида в атаке Сегодня полноценно будем врываться Жестко пытаться выносить противника И надеяться на то, что у нас будет хорошее сопротивление против И придется немножечко наверное таки попотеть Но делаем акцент исключительно на увозы Возможно где-то чуть-чуть буду хилить своих тиммейтов, саппортить им Ну а так по большей степени хотелось бы конечно же использовать Изиду в виде пушки Которая будет дамажить по противнику У меня спала нитра, очень не вовремя И Харек просто-напросто уезжает с флага Поэтому я скидываю флажочек своему тиммейту Надеюсь на то, что он будет его здесь полноценно сейвить Ну а я уже отправляюсь на возврат И там уже попытаюсь как можно быстрее вернуть флаг И реализовать наверное свою замечательную пушку В связи с тем, что у меня не получилось это сделать сходу сразу Надо теперь уже камбэкить Но наши тиммейты я смотрю здесь расправляются с противником Поэтому можно немножечко присосаться, слить одного противника Надеюсь, что наши тиммейты сейчас доставят флажочек А я уже повезу следующий Отлично, Викинг тяжеленький здесь реализуется Ну и теперь по хорошей быстренькой траектории Здесь еще подбирая попутно дроповые расходники Можно будет поставить уже полноценный второй флажочек Очень неплохая каточка намечается у нас уже За полторы минуты введем уже 2-0 И это далеко не предел У меня сейчас появляется овердрайв Я попробую, наверное, еще дернуть один флажочек Без... А хотя можно иногда и прожать овер Схалоть одного, схалоть второго ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я как-то немножко пропекал. На Викинге овер копится не так быстро, и как я его сейчас реализовал, это, конечно, была печальная реализация, но мне показалось, что в тот момент можно было как минимум два танчика противника унести, но, к сожалению, мы ему меня там немножечко приняли в виде овердрайва ареса, которого я, ну, просто-напросто не мог ожидать увидеть, и сейчас надо просто дернуть флажочек по той же самой замечательной траектории, но вот опять Шафтецкий мне в спинку прилетает, и, похоже, противник собрался ставить флажочек, а это значит, что сейчас потихо и потихо камбэчек намечается, что ли? Я не понял. Давайте без камбэков, молодые люди. Нет, там наши вернули, это хорошо. Давайте продолжать атаковать, пока как-то, если честно, моментами не получается нормально так ворваться, дабы кого-то там, ну, я не знаю, где-нибудь может даже слить. Что-то мне там немножко подлагивает. Оп, нормально. Засосал одного, засосал второго. Одного, правда, не добил. Добили мои тиммейты, но второго сам полноценно слил, и сейчас противник попытается еще и ввести на меня флаг. Куда ты везешь, молодой человек? Я не понял. Куда вы везете флаг? Флаг мой, поэтому вы его, как бы, ну, если даже сильно хотели бы здесь увести, ну, и вы, если бы хотели бы его тоже подобрать, то у вас, конечно же, здесь не получится сделать. О, у меня уже так быстро овердрайв новый накопился. Викторик прожил ловер, когда у него там было 0 хп, не знаю, зачем он это делал, но я сейчас попытаюсь реализовать свой уже овердрайв на Изиде. Понятное дело, что для викинга Изида это не самая максимально приятная пушка, на которой можно набирать большое количество очков и опыта, соответственно, да, но я, как-то бы, любитель не супер изёвых вооружений, да, то есть если бы я бы сейчас... А, понял. Ну, как бы, ничего удивительного нету, это крит-ошибка, это танки онлайн и даже когда, по сути, у меня не было ни одного крита, и я только-только зашёл с флэша, и меня сразу кританул, и, конечно, максимально печально, при том, что я его возить должен был флаг и ещё один ставить. О чём я говорил? Я говорил о том, что я мог бы, конечно, сейчас, как всегда, использовать хорёчка вместо викинга, но я не ищу лёгких путей, считаю, что надо, как бы, ну, не на самом изёвом уж катать здесь, и викинг раньше это был самый удобный и приятный корпус для игры в атаке на любом вообще вооружении, несмотря на то, что теперь, как бы, есть уже овердрайвы, я, как бы, не изменяю традиции, мы просто записываю видос именно на викинге, а не на хорьке. На хорьке, я думаю, что, может быть, было бы даже немножко попроще, но мне захотелось именно на этом замечательном корпусе сегодня ворваться для вас и попытаться выиграть две каточки, занять первые места, пока у меня всё неплохо-таки получается. 3-1 за две минуты до конца. Флаг, конечно же, противник поставил в тот самый момент, когда он меня кританул, поэтому сейчас, наверное, я сыграю данные две минуты более своего. Возможно, даже не буду скидывать флаг противнику, подожду. Может, меня кто-нибудь запушит, а я уже попробую реализовать свою визитку. Вот уже первый есть молодой человек, который хочет вернуть... А, он овер прожил, ясно. Немножко опять неграмотно я сыграл, можно было откатиться. Дабы, если бы даже противник прогмет овер, то я бы мог бы его бы законтрить. Но, тем интереснее будет концовка, полтора минуты до конца, уже счёт не такой уж приятный, можно было сейчас тиммейт одного вылечить, но, к сожалению, до него чуть-чуть не дотянулся. Поэтому, возможно, сейчас сделаем небольшой акцентик на дефчик, и вот эти вот полторы минуточки сыграем максимально аккуратно, без дополнительного риска. Ну и попробуем засейвить флаг, всё-таки у нас езида есть, и эту пушку можно реализовывать как в атаке, так и в дефе. Поэтому давайте попытаемся попринимать противника. И вот здесь вот, например, вот этого викинга рикошета унести. А, там у нас уже заехал флаг, пока я заносил викинга рика, поэтому теперь надо пытаться как-то догонять. А, у меня нет раз падает в самый неприятный момент. Ужас. Просто ужас. Ну какой тайминг же печальный. У меня спала расходка. Противник ставит на 3-3 за 40 секунд до конца. У меня сейчас появится овердайв, но противник также прожимает его. И так прекрасно начинался данный замечательный бой. Мы начинали его с 3-0, а теперь я его вообще могу слить, потому что там уже противник пытается увезти ещё один флаг. Так, здесь мне не дадут зайти. Тогда я еду здесь. Давайте пробовать увозить. У меня, в принципе, ещё 25 секунд до конца имеется. Этого времени должно быть достаточно, дабы увозить флаг. Поэтому прожимаем овер. Сливаем одного. Сливаем на супер длинные зитки второго, потому что это овердрайв, это викинг. И теперь уже попытаемся утянуть ещё один флаг. За мной сейчас будет уже погоня, 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 аптечка, 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 сейвим, сейвим, сейвим. Отлично. 4 секунды было до конца, как я доставил. Отличнейшая просто максимально чёткая катка с камбэком даже. Ну, хотя мы там 3-0 вели, потом противник камбэк, но он, по сути, всё равно это камбэк. 500 очков. У второго моего тиммейта всего лишь 250, но это матчмейкинг. Я здесь полноценно даже, наверное, ничем не могу удивляться, но для Викинга и Зиды это была максимально интересная и замечательная катка. Ещё и мы её выиграли. Вообще супер. Ещё один Йоркшир, правда, это уже ТДМ-очка. Ну, ладно, давайте сыграем её. Не знаю, получится у меня её потянуть, не получится, но постараться точно стоит. Как играть в ТДМ-кино и Зиде? Я думаю, что надо пытаться как-то контролировать вражеский респаун, а там уже как бы наносить тот самый большой замечательный урон по противнику. Не знаю, насколько жёстко у меня здесь будет это получаться сделать, но я надеюсь, что если я тут унесу каких-то 15-20 киллов, то это будет более чем достаточно для меня и здесь можно будет уже полноценно закончить позитивно данный замечательный видос. Но пока нам надо, конечно, запотеть и выиграть всё-таки эту катку. И если уж учитывать тот факт, то что это Вика и Зиды и ТДМ, то это сделать будет крайне сложно. Но мы постараемся, давайте куда-нибудь заедем, я не знаю, на верхушку, может даже к противникам на базу и там уже попробуем как-то задамажить. Гаусс попытается свестись. Ну, надо нам просто сближаться, как полноценно ближнебойная пушка и там уже накидывать урон. Главное, чтобы у меня кулдауна не было. Особо много. Так, ещё одного унесём. Давайте ещё здесь унесём страйкерочка, который хочет меня тут слить. Зачёстка, это леса жёсткая, леса жёсткая, но всё равно из еды я дотягиваюсь и сливаю его. Охотник так долго сводится на страйкере, боже, как же он плохо играет. На страйкере так долго сводится, это, конечно, печаль, беда. Я думал, что этот игрок мог бы и побыстрее всё это дело реализовывать. Ну, ладно, давайте попробуем слить эту лесу. Птечку сбиваем, хп довольно мало у неё остаётся, теперь можно уже добить ещё одного типа. Ну и, если уж леса-то уехала, а, ленька поставилась, ладно. 20-19, так, пока ведём, это уже неплохо, ведём, это уже неплохо, но пока всё здесь очень даже на тоненького, на тоненького, мне кажется, будет. Я, конечно, не эксперт, но надо где-то находить киллы, фрикилы, фрикилы для изида. Значит, опять неправильно расходку прожёл, можно было прожать по-другому, можно было прожать так, чтобы у меня не было кулдауна ддшки, я всё забываю, всё-таки. То сначала играешь на бустере, потом играешь на защитнике, и где-то надо прожимать сначала ддд, потом да, где-то наоборот, и уже потом ты просто начинаешь путаться, и начинаешь как-то неправильно реализовывать свою расходку, поэтому иногда уже случаются такие моменты, когда ты просто с ддшкой стоишь у тебя дд на кулдауне, потому что ты на лоудскил, чё могу сказать, просто на лоудскил. Так, у меня есть овер, я не знаю, где его здесь можно реализовать, мне надо по сути найти довольно неплохую кучку противников, и там уже его воткнуть. Но смогу ли я найти неплохую кучку противников, вот в чём вопрос. А, я понял, я ловлю крит-ошибку. Одна катка, один крит. Это как работает вообще? Объясните мне, пожалуйста, как работает данный замечательный, интереснейший клиент? Ну, что я могу сказать? Ну, он уже полноценно умирает, наверное, видосы всё-таки стоит записывать уже полноценно на HTML-версии, потому что Flash уже не поддерживает матчмейкинг полноценно вообще никак, ну, просто никак. Я не знаю, что с ним делать, но, когда меня критуют на постоянной основе, то это, конечно, очень, очень печально. Прям очень максимально печально. Я в очередной раз обновляюсь, и только теперь уже ситуация обстоит намного, намного хуже для меня, потому что я просрал впустую, просто впустую я овер просрал. И что теперь делать? Что делать теперь, а, друзья? Что делать? Пытаться вот этого викинга унести, который прожал овер, он меня даже с овером не смог убить. Ничего себе. Ничего себе, друзья. Он меня даже с овером не смог унести. А как это так? Я думал, он меня сольёт. Какой-то слабый тип попался. Ну, он хаваем, а, хотел сказать, схаваем этого. Но не схавали мы его. А почему не схавали, друзья? Да и потому, что у него рез был от изида. С адреналином моя не так уж жёстко и начало нагибать, к сожалению. Но есть ещё один вот этот вот из викинга гауссик замечательный. Мне было бы неплохо, конечно, его отреспить, но рельса в спину прилетает жёстко. В очередной раз, который отправляет меня на рез. Две минуты до конца, в катку мы, конечно, тянем, но, друзья, вы видите количество моих очков. И что, что, что тут говорить-то, друзья? У меня 120. 8 килов. 8 килов. Это очень мало. Это очень мало. И я, честно говоря, не знаю, что делать, когда у тебя такое маленькое количество килов. Надо как-то искать больше противников, что ли. Что ли, что ли, пытаться как-то их рейспить. Они то самоуничтожаются, то бегают от меня. И что-то как-то мне это не нравится. Ситуаловина. Situation Communication мне не нравится, друзья. Давайте попробуем его хотя бы залезть от этого Викингарта ОВЕ. Ну и то, у меня его тоже тырят. Полторы минуты до конца. Главное, чтобы на катку потянули. Если потянем катку, то, в принципе, ничего страшного здесь не будет. Так, 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 так. ОВЕРТА ОВЕРТА ОВЕРТА. Наверное. Ух ты, нифига, он мне ОВЕР раздал. Вот это было по-братски. Чисто, чисто по-братски. Чисто по-братски было. Это очень было, да, прожму ОВЕРДАЖА. А, я тоже прожму. Ну ладно. Это про внутренний с хаучем. ОВЕР, конечно, я просрал в пустую, но я не знаю просто где здесь его реализовывать. Это все-таки не захват флага, не регби. Где-то можешь там засосать нормально противника в нужный какой-то момент. Здесь уж таких моментов практически никогда не бывает. Поэтому я уж просто решил как-то ворваться, слить и успокоиться, да. Но не получилось, не фортануло в том эпизоде. Но свое первое место вроде как у меня тут получается вытянуть. Это хорошо. Еще один ОВЕР тиммейт раздает. Это очень прекрасно. До двадцатки килов я собирался здесь доплыть. Еще бы пятерочку набить. Как раз было бы 20. Пока, конечно, что-то как-то особо мне не верится, что я до нее успею дотянуться, потому что противников особо я не вижу. Ладно, вижу одного. Пошутил. Что не вижу. Еще одного вижу. Так, еще одного слил. Давай вот эту вот арту еще солью и будет вообще прекрасно. 16. Ай-яй-яй-яй. Ну ладно, головная катку выиграли. Первое место есть. Но на Изиде вы видите, то что ну как-то так неприятненько, неприятненько все-таки катать в матч-мейтинге не особо уж прекрасно здесь получается ее реализовать. Ну вот такой вот видеорок у нас сегодня друзья получился. Если вам понравилось, если хотите больше видосов, как я уже сказал в начале видоса, 150 лайков набираются на этом и сразу же следующий игровой видос у нас выходит. Все, что я вам могу сказать еще дополнение это то, что у нас до десяточки тысяч подписчиков осталось не такое большое количество. Поэтому если вы вдруг не подписаны на канал, смотрите впервые или смотрите на не подписаны, у вас кнопочка подписаться горит таким замечательным красненьким цветом, то просто нажмите на нее, сделайте ее серой и подпишитесь. Мне будет очень приятно. Но я с вами на этом буду сегодня прощаться. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.